Потребительский экстремизм Любовь Корнилова сами рассказали нам о конфликте Он пришел, сел, да, позвал официанта, слава им дайте меню Официант сказал, хорошо, только давайте сначала обработаем руки И мы померяем вам температуру, чтобы убедиться, что вы здоровы И молодой человек пошел в отказ сразу же Молодой человек тут же достал телефон, сказал, я нахожусь в общественном месте Я имею право ввести видеосъемку Он прав, он действительно может это делать Дальше он достал телефон и с включенным телефоном начал снимать Рядом была его спутница, которая тоже достала телефон Но, правда, никого не предупреждая, видимо, она вела съемку только своего спутника Но, тем не менее, руководил конфликтом он И это было очень забавно, потому что в качестве аргумента он привел Почему нашим градусникам нельзя померить? Он сказал, что он болен онкологией И ему врач сказал, что нельзя подвергаться воздействию никаких микроизлучений даже Данный вид мошенничества просто используется сама ситуация пандемии Ну, как было в 90-х? Развод это называется Ну, вот как в 90-х, да? То есть, получается следующее Человек рассчитывает на то, что у предпринимателя есть какие-то нарушения законодательства Скрытые, да? То есть, там где-то что-то он не доплатил и так далее И, соответственно, он боится лишний раз привлечь к себе внимание данный предприниматель Выясняли с ним отношения минут 20 И он добивался того, чтобы была произнесена фраза Чтобы запечатлеть это на видео То, что мы отказываемся от выполнения услуги И вы так и сказали, да? Мы сказали, что мы очень хотим ему оказать услугу Но не можем, пока мы не померяем температуру Потому что вас в мире температура обязывает Обязывает постановление губернатора Постановление губернатора? Вы ему это сказали, да? Да, да Что потом он делает? Дальше он достает папку, в которой распечатаны все постановления губернаторов Рекомендации Роспотребнадзоров по Москве, по Московской области, по Рязани, по Саратову Младой человек оказался крайне подготовлен Крайне подготовлен, да, вместе с этим он достает шаблоны, напечатанные, жалобы Он требует жалобную книгу Он, нет, он сначала требует пройти к уголку потребителя На что мы говорим, хорошо, только меряем температуру Пшикаем руки, обрабатываем руки, надеваем маску Заходим и смотрим на уголок Нет, не хочу, вынесите мне книгу Хорошо, книгу вынесли Вот она, давайте подойдем Да, вот она, эта книга Да, садитесь Дальше он оставляет запись, которую он списывает с распечатанной жалобы Уже готовой, напечатанной жалобы в Роспотребнадзор по Московской области Ну и в принципе так и записывает Что мне было отказано в обслуживании Ввиду отсутствия маски и перчаток А также из-за отказа измерить температуру градусником предприятия Спустя 20 минут, наверное, с того момента, когда он ушел, оставив жалобы в жалобной книге Он принес уже напечатанную досудебную претензию В которой оценил свои страдания в 50 тысяч рублей В данной претензии написано Уже изготовлен шаблон То есть она не написана собственноручно Она уже изготовлена, как видите, да? Даже все подчеркнуто и выделено И самое удивительное, что Расчетный счет указан Ни один человек не в состоянии помнить свой полностью расчетный счет С НННом и с БИКом своего банка Написали ответ ему Вот Ответ отправили ему в Польшу-России Соответственно, да Где приложили федеральный закон От 21 декабря 1994 года, номер 68 О защите населения по территории тиражичных ситуаций То есть все ему описали То, что никто ему ни в чем не отказывал Просто попросили надеть маску Ну, мое мнение такое Что сама ситуация, связанная с пандемией Она Сказать, что обострила что-то Ну Вызвала Я так скажу, что вызвала Развитие, новое развитие Потребительского экстремизма Есть нормальные отношения А есть вот стервятничество И то, что мы сейчас видим Это, в принципе, можно называть казуистикой законной Это можно называть какими-то Даже способом борьбы С неправомочными какими-нибудь актами Все что угодно можно называть На самом деле это стервятничество Потому что в конечном итоге Целью конкретно данного гражданина Я думаю, не является способ борьбы С законодательством и с системой Это просто способ получения денег Вот и все Написали ему ответ Дали восстановленные сроки Чтобы у нас не было вопросов Других проохранителей Написали заявление в полицию местную Он отказался выполнять законные требования Нашего правительства Московской области Просто отказался их выполнять Соответственно, вот его право нарушения Если человек считает, что эти требования незаконны Его право подать, допустим, в Конституционный суд Заявление о признании данной статьи незаконной Юристы говорят, что если в течение месяца Не будет искового заявления в суд То про конфликт можно забыть Рестораторы Кирилл и Любовь готовы бы забыть До случаев, когда посетители резко И порой даже агрессивно ведут себя Не становится меньше И вот недавняя история Когда мальчик запросился в туалет А его родителям объяснили Чтобы пройти в туалет на территорию кафе Нужно надеть маску Продезинфицировать руки То отец сказал сыну Делай тогда это прямо здесь И мальчик сделал Получается, что предпринимателей Которые скрупулезно следуют правилам Роспотребнадзора Делают заложниками ситуации А вот можно было пойти у него на поводу? Можно было пойти у него на поводу И сказать, да, хорошо, мы используем ваш градусник Мы пускаем вас без маски В туалет, велкам Писайте вот как хотите Как вам удобно А у него был соседний бланк заявлений Где было написано о том Что мы пустили его без маски И нарушили масочный режим Эта работа для нас Для нашей семьи Это наша жизнь На этом предприятии работают наши дети Знаете, я хочу, чтобы мы все выжили Вот и все Поэтому мы стараемся соблюдать эти правила В первую очередь для того, чтобы просто обезопасить Обезопасить вас, обезопасить себя Обезопасить по максимуму И да, конечно, многие говорят, что Всем нам придется отболеть этой болезнью Но хотелось бы отболеть ее тогда, когда Уже научатся ее лечить Когда появится вакцина Когда это будет не страшно И когда врачи будут, да, не так загружены Татьяна Борисова Тема Продолжение следует...